Глава шестая. Прорвав заколдованный круг, швейк опять очутился дома. От стен полицейского управления веяло духом чуждой народу власти. Эта власть вела слежку за тем, насколько восторженно отнеслось население к объявлению войны. За исключением нескольких человек, не отрекшихся от своего народа, которому предстояло изойти кровью за интересы, абсолютно чуждой ему, за исключением этих нескольких человек, полицейское управление представляло собой великолепную кунсткамеру хищников-бюрократов, которые считали, что только всемерное использование тюрьмы и виселицы способно отстоять существование замысловатых параграфов. При этом хищники-бюрократы обращались со своими жертвами с язвительной любезностью, предварительно взвешивая каждое свое слово. «Мне очень, очень жаль, — сказал один из этих черно-желтых хищников, когда к нему привели швейка, — что вы опять попали в наши руки. Мы думали, что вы исправитесь, но, увы, мы обманулись». Швейк молча кивал головой в знак согласия, сделав при этом такое невинное лицо, что черно-желтый хищник вопросительно взглянул на него и резко заметил. Один из этих черно-желтых хищников государственными цветами Австрии были черный и желтый. «Не стройте из себя дурака!» Однако тотчас же опять перешел на ласковый тон. «Нам право же, очень неприятно держать вас под арестом. По моему мнению, ваша вина не так уж велика, ибо, принимая во внимание ваш невысокий умственный уровень, нужно полагать, что вас без сомнения подговорили. «Скажите мне, пан Швейк, кто, собственно, подстрекает вас на такие глупости?» Швейк откашлялся. «Я извиняюсь, ничего о глупостях не знаю». «Но разве это не глупость, пан Швейк, — увещевал хищник, слащав отеческим тоном, — когда вы, по свидетельству полицейского, который вас сюда привел, собрав толпу перед наклеенным на углу манифестом о войне, возбуждали ее выкриками «Да здравствует император Франц Иосиф! Мы победим!» «Я не мог оставаться в бездействии», — объяснил Швейк, уставив свои добрые глаза на инквизитора. «Я пришел в волнение, увидев, что все читают этот манифест о войне и не проявляют никаких признаков радости, ни победных кликов, ни ура, вообще ничего, господин советник. Словно их это вовсе не касается. Вот тут уж я, старый солдат девяносто первого полка, не выдержал и прокричал эти слова. Будь вы на моем месте, вы, наверное, поступили бы точно так же. Война так война, ничего не поделаешь. Мы должны довести ее до победного конца, должны постоянно провозглашать славу государю-императору. Никто меня в этом не разубедит». Прижатый к стенке черно-желтый хищник не вынес взгляда невинного агнца Швейка, опустил глаза в свои бумаги и сказал, «Я вполне понял бы ваше воодушевление, если бы оно было проявлено при других обстоятельствах. Вы сами отлично знаете, что вас вел полицейский, и ваш патриотизм мог и даже должен был скорее рассмешить публику, чем произвести на нее серьезное впечатление». Идти под конвоем полицейского — это тяжелый момент в жизни каждого человека. Но если человек даже в этот тяжкий момент не забывает, что ему надлежит делать при объявлении войны, то, думаю, такой человек не так уж плох. Черно-желтый хищник заворчал и еще раз посмотрел Швейку прямо в глаза. Затем Швейк ему ответил своим невинным, мягким, скромным, нежным и теплым взглядом. С минуты они пристально смотрели друг на друга. «Идите к черту!» — пробормотала, наконец, чиновничья рыла. «Но если вы еще раз попадете сюда, то я вас вообще ни о чем не буду спрашивать, а прямо отправлю в военный суд, в Градчины. Понятно?» Градчины — один из районов Праги, где расположен Пражский град, Кремль. И, не успел он договорить, как нежданно-негаданно Швейк подскочил к нему, поцеловал руку и сказал, «Да вознаградит вас Бог! Если вам когда-нибудь понадобится чисто кровная собачка, соблаговолите обратиться ко мне. Я торгую собаками». Так Швейк опять очутился на свободе. По дороге домой он размышлял о том, а не зайти ли ему сперва в пивную у чаши. И, в конце концов, отворил ту самую дверь, через которую не так давно вышел в сопровождение агента Брэд Шнейдера. В пивной царило гробовое молчание. Там сидело несколько посетителей, и среди них церковный сторож из церкви святого Аполлинария. Физиономии у всех были хмурые. За стойкой сидела трактирщица, жена Палевца, тупо глядя на пивные краны. — Вот я и вернулся, — весело сказал Швейк. — Дайте-ка мне кружечку пива. — А где же наш пан Палевец? — Небось, уже дома. Вместо ответа хозяйка залилась слезами и, горестно всхлипывая при каждом слове, простонала. — Дали ему десять лет, неделю тому назад. — Ну вот, видите, — сказал Швейк, — значит, семь дней уже отсидел. — Он был такой осторожный, — рыдала хозяйка. — Он сам это всегда о себе говорил. Посетители пивной упорно молчали, словно тут до сих пор блуждал дух Палевца, призывая к еще большей осторожности. — Осторожность, мать мудрости! — сказал Швейк, усаживаясь за стол и пододвигая к себе кружку пива, в пене которого образовалось несколько дырочек. Туда капнули слезы жены Палевцы, когда она несла пиво на стол. — Ныне время такое, приходится быть осторожным. — Вчера у нас было двое похорон, — попытался перевести разговор на другое церковный сторож от святого Аполлинария. — Видать, помер кто-нибудь, — заметил другой посетитель. Третий спросил, — покойного-то на катафалке везли. — Интересно, — сказал Швейк, — как будут происходить военные похороны во время войны? Посетители поднялись, расплатились и тихо вышли. Швейк остался наедине с пани Палевцевой. — Не представляю себе, — произнес Швейк, — чтобы невинного осудили на десять лет. Правда, однажды невинного приговорили к пяти годам, такое я слышал, но на десять — это уж, пожалуй, многовато. Что поделаешь, ведь мой-то признался, — плакала жена Палевца. Как он здесь говорил об этих мухах и портрете, так и в управлении и на суде повторил. Вызвали меня свидетельницей. Да что я могла им сказать, когда мне заявили, что я имею право отказаться от свидетельских показаний, потому что нахожусь в родственных отношениях со своим мужем? Я перепугалась этих родственных отношений, как бы из этого еще чего-нибудь не вышло, и отказалась давать показания. Старик-бедняга так на меня посмотрел. До самой смерти не забуду. А потом, после приговора, когда его уводили, взял да и крикнул им там, на лестнице, словно совсем с ума спятил. Да здравствует свободная мысль! Свободная мысль — общество вольнодумцев, порвавших с церковью, основано около 1900 года. — А пан Брэдшнейдер сюда больше не заходит? — спросил Швейк. — Заходил, — несколько раз ответила трактирщица. — Выпьет одну-две кружки, спросит меня, кто здесь бывает, и слушает, как посетители рассказывают про футбол. Они всегда, как увидят пана Брэдшнейдера, говорят только про футбол. А его от этого передергивает, того и гляди, скорчится и взбесится. За все это время к нему на удочку попался только один обойщик с поперечной улицы. — Это дело навыка, — заметил Швейк. — Обойщик-то был глуповат, что ли? — Ну, как мой муж, — ответила с плачем хозяйка. Тот его спросил, стал бы он стрелять в сербов или нет. А обойщик ответил, что не умеет стрелять, что только раз был в тире, прострелил там корону. Прострелил там корону — игра слов. Чешское слово «корона» означает «монету», «крона» и «императорскую корону». Тут мы все услышали, как пан Брэдшнейдер произнес, вынув свою записную книжку. Ага, еще одна хорошенькая государственная измена. И вышел с этим обойщиком с поперечной улицы, и тот уж больше не вернулся. — Много их не возвращается, — сказал Швейк. — Дайте-ка мне рому. Как раз в тот момент, когда Швейк заказывал себе вторую рюмку рому, в трактир вошел тайный агент Брэдшнейдер. Окинув беглым взглядом пустой трактир и заказав себе пиво, он подсел к Швейку и стал ждать, не скажет ли тот чего. Швейк снял с вешалки одну из газет и, просматривая последнюю страницу с объявлениями, заметил. — Смотрите-ка, некий Чимпера, село Страшково, дом номер пять, почтовое отделение Раченевес, продает усадьбу с семью десятинами пашни. Имеется школа и проходит железная дорога. Брэдшнейдер нервно забрабанил пальцами по столу и обратился к Швейку. — Удивляюсь. — Почему вас так интересует эта усадьба, пан Швейк? — Ах, это вы! — воскликнул Швейк, подавая ему руку. — А я вас сразу не узнал. У меня очень плохая память. В последний раз мы расстались, если не ошибаюсь, в приемной канцелярии полицейского управления. — Ну что поделываете? Часто заглядываете сюда? — Сегодня я пришел, чтобы повидать вас, — сказал Брэдшнейдер. В полицейском управлении мне сообщили, что вы торгуете собаками. — Мне нужен хороший пинчер или, скажем, шпиц или вообще что-нибудь в этом роде. — Это все мы вам можем предоставить, — ответил Швейк. — Желаете чистокровного или так с улицы? — Я думаю, приобрести чистокровного пса, — ответил Брэдшнейдер. — А почему бы вам не завести себе полицейскую собаку? — спросил Швейк. — Она бы вам сразу все выследила, навела бы вас на след преступления. — У одного мясника в Шовицах есть такой пес. Он возит ему тележку. — Этот пес, можно сказать, работает не по специальности. — Мне бы хотелось шпица, — сдержанно повторил Брэдшнейдер. — Шпица, который бы не кусался. — Желаете беззубого шпица? — осведомился Швейк. — Есть такой на примете? В Дейвицах у одного трактирщика? — Пожалуй, лучше уж Пинчера, — нерешительно произнес Брэдшнейдер, собаковедческие познания которого находились в зачаточном состоянии. Если бы не приказ из полицейского управления, он никогда бы не приобрел о собаках никаких сведений. Но приказ был точный, ясный и определенный. Во что бы то ни стало, сойтись со Швейком поближе на почве торговли собаками. Для достижения этой цели Брэдшнейдер имел право подобрать себе помощников и располагать известными суммами на покупку собак. — Пинчеры бывают покрупнее и помельче, — сказал Швейк. — Есть у меня на примете два маленьких и три побольше. Всех пятерых можно держать на коленях. Могу их вам от всей души порекомендовать. — Это бы мне подошло, — заявил Брэдшнейдер. — А сколько стоит пинчер? — Смотря по величине, — ответил Швейк, — все зависит от величины. Пинчер — не теленок. С пинчерами дело обстоит как раз наоборот. Чем меньше, тем дороже. — Я взял бы покрупнее дом сторожить, — сказал Брэдшнейдер, боясь перерасходовать секретный фонд полиции. — Отлично, — подхватил Швейк. — Крупного могу продать по пятидесяти крон, самого крупного — по сорока пяти. Но мы забыли одну вещь. Вам щенят или постарше? И потом? Кобельков или сучек? — Мне все равно, — ответил Брэдшнейдер, которому надоели эти неразрешимые проблемы. — Так достаньте их, а я завтра в семь часов вечера к вам зайду. Договорились? — Договорились. Приходите. — Неохотно согласился Швейк. — В таком случае я бы попросил у вас задаток. Тридцать крон. — Какие могут быть разговоры? — сказал Брэдшнейдер, отсчитывая деньги. — Ну, а теперь мы с вами разопьем по четвертинке за мой счет. Когда они выпили, Швейк тоже заказал за свой счет четвертинку вина. Потом заказал Брэдшнейдер. Он убеждал Швейка не бояться его. Он заявил, что сегодня он не на службе, и потому Швейк может свободно говорить с ним о политике. Швейк заметил, что в трактире он никогда о политике не говорит. Да вообще вся политика — занятие для детей младшего возраста. Брэдшнейдер, напротив, держался самых революционных убеждений. Он провозгласил, что каждое слабое государство обречено на гибель, и спросил Швейка, каков его взгляд на эти вещи. Швейк на это ответил, что с государством у него никаких дел не было, но однажды был у него на попечении хилый щенок Сент-Бернар, которого он подкармливал солдатскими сухарями, но щенок все равно и сдох. Когда выпили по пятой, Брэдшнейдер объявил себя анархистом и стал добиваться у Швейка совета, в какую организацию ему записаться. Швейк рассказал, что однажды какой-то анархист купил у него в рассрочку за сто крон Леонберга, но до сих пор не отбыл последнего взнос. За шестой четвертинкой Брэдшнейдер высказался за революцию и против мобилизации, на что Швейк, наклонясь к нему, шепнул на ухо. — Только что вошел какой-то посетитель. — Как бы он вас не услышал, у вас могут быть неприятности. Видите, трактещица уже плачет. Жена Палевца действительно плакала на стуле за стойкой. — Чего вы плачете, хозяюшка? — спросил Брэдшнейдер. — Через три месяца мы победим, будет амнистия, и ваш муж вернется. Вот тогда уж мы закатим пирушку. — Или вы не верите, что мы победим? — обратился он к Швейку. — Зачем пережевывать одно и то же? — сказал Швейк. — Должны победить и баста. — Ну, мне пора домой. Швейк расплатился и вернулся к своей старой служанке, панне Мюллеровой, которая очень испугалась, увидев, что мужчина, отпирающий ключом входную дверь, никто иной, как сам Швейк. — А я, сударь, думала, что вы вернетесь только через несколько лет, — сказала она с присущей откровенностью. И я тут из жалости на время взяла в жильцы одного швейцара из ночного кафе, потому что у нас тут три раза был обыск, и после того, как ничего не нашли, сказали, что ваше дело плохо, и по всему, видать, вы опытный преступник. Швейк быстро убедился, что незнакомец устроился со всеми удобствами. Он спал на его постели и даже был настолько благороден, что удовольствовался лишь одной половиной, а другую предоставил некоему длинноволосому созданию, которое из благодарности спало, обняв его за шею. На полу вокруг постели валялись вперемешку принадлежности мужского и дамского туалета. По всему этому хаосу было ясно, что швейцар из ночного кафе вернулся вчера со своей дамой на веселе. — Сударь, — сказал швейк, тряся незваного гостя, — сударь, как бы вам не опоздать к обеду? Мне будет очень неприятно, если вы начнете всем рассказывать, что я вас выставил в такое время, когда уже нигде не достанешь обеда. Прошло немало времени, пока заспанный швейцар из ночного кафе раскусил, наконец, что вернулся домой владелец постели и предъявляет на нее свои права. По свойственной всем швейцарам ночных кафе привычке, господин этот выразился в том духе, что пересчитает ребра каждому, кто осмелится его будить. После этого он вознамерился спать дальше. Швейк, между тем, собрал части его туалета, принес их к постели и, энергично встряхнув в швейцар, рассказал, — если вы не оденетесь, то придется вас выкинуть на улицу так, как вы есть. Вам будет гораздо выгоднее вылететь отсюда одетым. — Я хотел спать до восьми часов вечера, — проговорил озадаченный швейцар, натягивая штаны. — Я плачу хозяйке за постель по две кроны в день и могу водить сюда барышень из кафе. — Марженко, вставай! Надевая воротничок и завязывая галстук, он уже настолько пришел в себя, что стал уверять швейка, будто ночное кафе «Мимоза» — безусловно одно из самых приличных заведений, куда имеют доступ только те дамы, у которых желтый билет в полном порядке, и любезно приглашал швейка заглянуть туда. Однако его партнерша осталась весьма недовольна швейком и пустила в ход несколько веских великосветских выражений, из которых самым приличным было «Олух царя небесного». После ухода непрошенных жильцов швейк пошел в кухню за паней Мюллеровой, чтобы вместе с нею навести порядок, но ее и след простыл. Только на клочке бумаги, на котором карандашом были выведены какие-то каракули, пани Мюллерова необычайно просто выразила свои мысли, касающиеся несчастного случая со сдачей напрокат швейковской постели швейцару из ночного кафе. На клочке было написано «Простите, сударь, я вас больше не увижу, потому что бросаюсь из окна». «Врет», — сказал швейк и стал ждать. Через полчаса в кухню вползла несчастная пани Мюллерова, и по удрученному выражению ее лица было видно, что она ждет от швейка слов утешения. «Если хотите броситься из окна», — сказал швейк, — «так идите в комнату». Окно я открыл. «Прыгать из кухни я бы вам не советовал, потому что вы упадете в сад прямо на розы, поломаете все кусты, и за это вам же придется платить. А из того окна вы прекрасно слетите на тротуар, и, если повезет, сломаете себе шею. Если же не повезет, то вы переломаете себе только ребра, руки и ноги, и вам придется платить за лечение в больнице». Пани Мюллерова заплакала, тихо пошла в комнату швейка, закрыла окно и, вернувшись, сказала, «Дует. А при вашем ревматизме это нехорошо, сударь». Затем, постелив постель и с необычайной старательностью приведя все в порядок, она все еще заплаканная вошла в кухню и доложила швейку. «Те два щеночка, сударь, что были у вас на дворе, подохли». А Сен-Бернар сбежал во время обыска. «Черт возьми!» — воскликнул швейк. «Он может влипнуть в историю. Теперь, наверное, его будет выслеживать полиция». «Он укусил одного из господ полицейских комиссаров», — продолжала пани Мюлллерова, «когда тот во время обыска вытаскивал его из-под кровати. Один из этих господ сказал, что под кроватью кто-то есть, и Сен-Бернару именем закона приказано было вылезать, но тот и не подумал, и тогда его вытащили. Сен-Бернар хотел их всех сожрать, а потом вылетел в дверь и больше не вернулся». «Мне тоже учинили допрос, спрашивали, кто к нам ходит, не получаем ли денег из-за границы, а потом стали намекать, что я дура, когда я им сказала, что деньги из-за границы поступают только изредка. Последний раз от господина управляющего из Берно. Помните? 60 крон задатка за ангорскую кошку. Вы о ней дали объявление в газету «Национальная политика». А вместо нее послали в Берно в ящики из-под фиников слепого щеночка-фокстерьера. Потом они говорили со мной очень ласково и порекомендовали в жильцы, чтобы мне одной бойзны не было, этого швейцара из ночного кафе, которого вы выбросили». «Уж и натерпелся я от этой полиции, пани Мюллерово», — вздохнул швейк. «Вот скоро увидите, сколько их сюда придет за собаками». «Не знаю, расшифровали ли те, кто после переворота просматривал полицейский архив, статьи расхода секретного фонда государственной полиции, где значилось СБ-40К, ФТ-50К, Л-80К и так далее. Но они, безусловно, ошибались, если думали, что СБ, ФТ и Л — это инициалы неких лиц, которые за 40, 50, 80 и так далее крон продавали чешский народ черно-желтому орлу». Черно-желтый орел — герб австро-венгерской монархии. В действительности же СБ означает Сен-Бернара, ФТ — Фокс-Терьера, а Л — Леонберга. Всех этих собак Брэд Шнейдер привел от швейка в полицейское управление. Это были гадкие страшилища, не имевшие абсолютно ничего общего ни с одной из тех чистокровных собак, за которых швейк выдавал их Брэд Шнейдеру. Сен-Бернар был помесь нечистокровного пуделя с дворняшкой. Фокс-Терьер с ушами таксы был величиной с волкодава, а ноги у него были выгнуты, словно он болел рахитом. Леонберг своей лохматой мордой напоминал овчарку. У него был обрубленный хвост, рост таксы и голый зад, как у павиана. Сам сыщик Калоус заходил к швейку, чтобы купить собаку, и вернулся с настоящим уродом, напоминающим пятнистую гиену, хотя у него и была грива шотландской овчарки. А в статье секретного фонда с тех пор прибавилась новая пометка — Д-90-К. Калоус — известный австрийский сыщик в годы Первой мировой войны. Этот урод должен был изображать Дога. Но даже Калоусу не удалось ничего выведать у швейка. Он добился того же, что и Брэд Шнейдер. Самые тонкие политические разговоры швейк переводил на лечение собачьей чумы у щенят, а наихитрейшие его трюки кончались тем, что Брэд Шнейдер уводил с собой от швейка еще одно чудовище — самого невероятного ублюдка. Этим кончил знаменитый сыщик Брэд Шнейдер. Когда у него в квартире появилось семь подобных страшилищ, он заперся с ними в задней комнате и не давал ничего жрать до тех пор, пока псы не сожрали его самого. Он был так честен, что избавил казну от расходов по похоронам. В полицейском управлении в его послужной список в графу повышения по службе были занесены следующие полные трагизма слова «Сожран собственными псами». Узнав позднее об этом трагическом происшествии, Швейк сказал «Трудно сказать, удастся ли собрать его кости, когда ему придется предстать на страшном суде». Глава седьмая. Швейк идет на войну. В то время как галицийские леса, простирающиеся вдоль реки Рабы, видели бегущие через эту реку австрийские войска, в то время, когда на юге в Сербии австрийским дивизиям одной за другой всыпали по первое число, что они уже давно заслужили, австрийское военное министерство вспомнило о Швейке, надеясь, что он поможет монархии расхлебывать кашу. Когда Швейку принесли повестку, через неделю явиться на Старшелецкий остров для медицинского освидетельствования, он как раз лежал в постели. У него опять начался приступ ревматизма. Паня Мюллерова варила ему на кухне кофе. «Паня Мюллерова!» — послышался из соседней комнаты тихий голос Швейк. «Паня Мюллерова!» «Подойдите ко мне на минуточку!» Служанка подошла к постели, и Швейк тем же тихим голосом произнес. «Присядьте, паня Мюллерова!» Его голос звучал таинственно и торжественно. Когда паня Мюллерова села, Швейк, приподнявшись на постели, провозгласил. «Я иду на войну!» «Матерь Божья!» — воскликнула паня Мюллерова. «Что вы там будете делать?» «Сражаться!» — гробовым голосом ответил Швейк. «У Австрии дела очень плохи. Сверху лезут на Краков, а снизу — на Венгрию. Всыпали нам и в хвост, и в гриву, куда ни погляди. Ввиду всего этого меня призывают на войну. Еще вчера я читал вам в газете, что дорогую родину заволокли тучи. Но ведь вы не можете пошевельнуться. Неважно, пани Мюллерова, я поеду на войну в коляске. Знаете кондитера за углом? У него есть такая коляска. Несколько лет тому назад он возил в ней подышать свежим воздухом своего хромого хрыча дедушку. Вы, пани Мюллерова, отвезете меня в этой коляске на военную службу». Пани Мюллерова заплакал. «Не сбегать ли мне, сударь, за доктором?» «Никуда не ходите, пани Мюллерова. Я вполне пригоден для пушечного мяса. Вот только ноги. Но когда с Австрией дело дрянь, каждый калека должен быть на своем посту. Продолжайте спокойно варить кофе». И в то время как пани Мюллерова, заплаканная и растроганная, процеживала кофе, бравый солдат Швейк пел, лежа в кровати. «Виндишгрец и прочие паны-генералы утром с позаранку войну начинали. Хоп-хоп-хоп. Войну начинали, к Господу взывали. Помоги, Христос, нам с матерью причистой. Хоп-хоп-хоп». Испуганная пани Мюллерова под впечатлением жуткой боевой песни забыла про кофе и, трясясь всем телом, прислушивалась, как бравый солдат Швейк, продолжал петь на своей кровати с матерью причистой. «Вон четыре моста. Выставляй, пьемонт, посильней форпосты. Хоп-хоп-хоп». Закипел тут славный бой у Сальферино. Кровь лилась потоком, как из бочки винной. Хоп-хоп-хоп. Кровь из бочки винной, а мясо фургоны. Нет, не зря носили ребята погоны. Хоп-хоп-хоп. Не робей, ребята. По пятам за вами едет целый воз, груженный деньгами. Хоп-хоп-хоп. Ради бога, сударь, прошу вас. Раздался жалобный голос из кухни, но Швейк допел славную боевую песню до конца. Целый воз с деньгами, кухня с псонной кашей. Ну, в каком полку веселей, чем в нашем. Хоп-хоп-хоп. Пани Мюллерова бросилась за доктором. Вернулась она через час, когда Швейк уже дремал. Толстый господин разбудил его, положив ему руку на лоб и сказал. Не бойтесь. Я доктор Парек из Виноград. Дайте вашу руку. Термометр суньте себе под мышку. Так. Покажите язык. Еще. Высуньте язык. Отчего умерли ваши родители? Итак, в то время, как Вена боролась за то, чтобы все народы Австро-Венгрии проявили максимум верности и преданности, доктор Павек прописал Швейку Бром против его патриотического энтузиазма и рекомендовал мужественному и честному солдату не думать о войне. Лежите смирно и не вздумайте волноваться. Завтра я навещу вас. На другой день доктор пришел опять и осведомился на кухне у пани Мюллеровой, «Как себя чувствует пациент?» Хуже ему пан доктор. С искренней радостью ответила пани Мюллерова. Ночью, когда его ревматизм скрутил, он пел с позволения сказать «австрийский гимн». На это новое проявление лояльности пациента доктор Павек счел необходимым реагировать повышенной дозой брома. На третий день пани Мюллерова доложила доктору, что швейку еще хуже. После обеда, пан доктор, он послал за картой военных действий, а ночью бредил, что Австрия победит. А порошки принимает точно по предписанию. Он за ними еще и не посылал, пан доктор. Излив на швейка целый поток упреков и заверив его, что никогда больше не придет лечить невежду, который отвергает его лечение бромом, доктор Павек ушел. Оставалось еще два дня до срока, когда швейк должен был предстать перед призывной комиссией. За это время швейк сделал надлежащие приготовления. Во-первых, послал пане Мюллерову купить форменную фуражку, а во-вторых, одолжить у кондитера за углом коляску, в которой тот когда-то вывозил подышать свежим воздухом своего хромого хрыча дедушку. Потом швейк вспомнил, что ему необходимы костыли. К счастью, кондитер сохранял, как семейную реликвию, костыли. Швейку недоставало еще только букетик от цветов, какие носят все рекруты. Пани Мюллерову раздобыла ему и букет. Она сильно похудела за эти дни и, где только не появлялась, всюду плакала. Итак, в тот памятный день пражские улицы были свидетелями трогательного примера истинного патриотизма. Старуха толкала перед собой коляску, в которой сидел мужчина в форменной фуражке с блестящей кокардой и размахивал костылями. На его пиджаке красовался пестрый букетик цветов. Человек этот, ни на минуту не переставая, кричал на всю улицу. — На Белград! На Белград! За ним валила толпа, которая образовалась из небольшой кучки людей, собравшихся перед домом, откуда Швейк выехал на войну. Швейк констатировал, что некоторые полицейские, стоящие на перекрестках, отдали ему честь. На Вацлавской площади толпа вокруг коляски со Швейком выросла в несколько сот человек, а на углу Краковской улицы был избит какой-то бурж в корпоранской шапочке, закричавший Швейку «Хайль долой сербов!» На углу Водичковой улицы подоспевшая конная полиция разогнала толпу. Когда Швейк доказал приставу, что должен сегодня явиться в призывную комиссию, тот был несколько разочарован и во избежание скандала приказал двум конным полицейским проводить коляску со Швейком на Старшелецкий остров. Обо всем происшедшем в пражской правительственной газете была помещена следующая статья «Патриотизм калеки». Вчера днем на главных улицах Праги прохожие стали очевидцами сцены, красноречиво свидетельствующие о том, что в этот великий и серьезный момент сыны нашего народа также способны дать блестящие примеры верности и преданности трону нашего престарелого монарха. Казалось, что вернулись славные времена греков и римлян, когда Муций с Цебола шел в бой, невзирая на свою сожженную руку. Калека на костылях, которого везла в коляске для больных, его старая мать, вчера продемонстрировал святое чувство патриотизма. Этот сын чешского народа, несмотря на свой недуг, добровольно отправился на войну, чтобы все свои силы и даже жизнь отдать за своего императора. И то, что его призыв на Белград встретил такой живой отклик на пражских улицах, свидетельствует, что жители Праги являют высокие образцы любви к отечеству и к царствующему дому. В том же духе писала и газета «Прагер» Тагеблат, где статья заканчивалась такими словами. «Калеку добровольца провожала толпа немцев, своим телом охранявших его от самосуда чешских агентов Антанты». Прагер Тагеблат, буржуазная газета, выходившая в Праге на немецком языке. Богемия, тоже напечатавшая это сообщение, потребовала, чтобы коллега-патриот был награжден и объявила, что в редакции принимаются подарки от немецких граждан в пользу неизвестного героя. Богемия – газета немецкой националистической буржуазии, выходившая в Праге. Итак, эти три газеты считали, что более благородного гражданина чешская страна дать не могла. Однако господа в призывной комиссии не разделяли их взгляды. Особенно старший военный врач Бауце. Это был неумолимый человек, видевший во всем жульнические попытки уклонения от военной службы, от фронта, от пули и шрапнели. Известно его выражение «Весь чешский народ – банда симулянтов». За десять недель своей деятельности он из одиннадцати тысяч граждан выловил десять тысяч девятьсот девяносто девять симулянтов и поймал бы на удочку одиннадцатитысячного, если бы этого счастливца не хватил удар в тот самый момент, когда доктор на него заорал «Кру-оу!» «Уберите этого симулянта», приказал Бауце, когда удостоверился, что тот умер. И вот в этот памятный день перед Бауце предстал швейк, совершенно голый, как и все остальные, стыдливо прикрывая свою наготу костылями, на которые опирался. «Это действительно необычный фиговый листок», сказал Бауце. «Таких фиговых листков в раю не было». «Освобожден по идиотизму», огласил Фельдфебель, просматривая документы швейка. «А еще чем больны?» спросил Бауце. «Осмелюсь доложить у меня ревматизм, но служить буду государю-императору до последней капли крови», скромно сказал швейк. «У меня отекли колени». Бауце бросил на бравого солдата швейка страшный взгляд и заорал «Вы симулянт!» и, обращаясь к Фельдфебелю, с ледяным спокойствием сказал «Немедленно арестовать этого типа!» Два солдата с примкнутыми штыками повели швейка в гарнизонную тюрьму. Швейк шел на костылях и с ужасом чувствовал, что его ревматизм проходит. Когда паня Мюллерова с коляской, ожидавшая швейка у моста, увидела его между двумя штыками, она заплакала и тихо отошла от коляски, чтобы никогда уже к ней не возвращаться. А бравый солдат швейк скромно шел в сопровождении вооруженных защитников государства. Штыки сверкали на солнце, и на малой стороне перед памятником Радецкому швейк крикнул, провожавший его толпе, на Белград. А маршал Радецкий задумчиво смотрел со своего постамента вслед ковылявшему на старых костылях бравому солдату швейку с рекрутским букетиком на пиджаке. Фельдмаршал Радецкий, 1766-1858, австрийский полководец, чех по происхождению. Какой-то солидный господин объяснил окружавшей его толпе, что ведут дезертира. Глава восьмая. Швейк-симулянт. В эту великую эпоху врачи из кожи вон лезли, чтобы изгнать из симулянтов беса саботажа и вернуть их в лоноармии. Была установлена целая лестница мучений для симулянтов и для людей, подозреваемых в том, что они симулируют, а именно чахоточных, ревматиков, страдающих грыжей, воспалением почек, тифом, сахарной болезнью, воспалением легких и прочими болезнями. Пытки, которым подвергались симулянты, были систематизированы и делились на следующие виды. Первое. Строгая диета. Утром и вечером по чашке чая в течение трех дней. Кроме того, всем, независимо от того, на что они жалуются, давали аспирин, чтобы симулянты пропотели. Второе. Хинин в порошке в лошадиных дозах, чтобы не думали, будто военная служба мед. Это называлось лизнуть хины. Третье. Промывание желудка литром теплой воды два раза в день. Четвертое. Клистир из мыльной воды и глицерина. Пятое. Обертывание в мокрую холодную простыню. Были герои, которые стойко перенесли все пять ступеней пыток и добились того, что их отвезли в простых гробах на военные кладбища. Но попадались и молодушные, которые лишь только дело доходило до Клистира, заявляли, что они здоровы и ни о чем другом не мечтают, как с ближайшим маршевым батальоном отправиться в окопы. Швейка поместили в больничный барак при гарнизонной тюрьме именно среди таких малодушных симулянтов. — Больше не выдержу, — сказал его сосед по койке, которого только что привели из амбулатории, где ему уже во второй раз промывали желудок. Человек этот симулировал близорукость. — Завтра же еду в полк, — объявил ему сосед слева, которому только что ставили клистир. Этот больной симулировал, что он глух, как тетерев. На койке у двери умирал чахоточный, обернутый в мокрую холодную простыню. — Уже третий на этой неделе, — заметил сосед справа. — А ты чем болен? — спросили Швейка. — У меня ревматизм, — ответил Швейк, на что окружающие разразились откровенным смехом. Смеялся даже умирающий чахоточный, симулирующий туберкулез. — С ревматизмом ты сюда лучше не лезь, — серьезно предупредил Швейка толстый господин. — С ревматизмом здесь считаются так же, как с мозолями. У меня малокровие, недостает половины желудка и пяти ребер, и никто этому не верит. А недавно был здесь глухонемой. Четырнадцать дней его обертывали каждые полчаса в мокрую холодную простыню. Каждый день ему ставили клистир и выкачивали желудок. Даже санитары думали, что дело его в шляпе и что его отпустят домой. А доктор возьми да пропиши ему, рвотная. Эта штука вывернула бы его наизнанку. И тут он смолодушничал. Не могу, — говорит, — больше притворяться глухонемым. Вернулись ко мне и речь, и слух. Все больные его уговаривали, чтобы он не губил себя, а он стоял на своем. Он, мол, все слышит и говорит, как всякий другой. Так и доложил об этом утром при обходе. Да, долго держался, — заметил один, симулирующий, будто у него одна нога, короче, другой на целых десять сантиметров. Не чита тому с параличом. Тому достаточно было только трех порошков хинина, одного клистира и денька без жратвы. Признался еще даже до выкачивания желудка. Весь паралич как рукой снял. Дольше всех держался тот искусанный бешеной собакой. Кусался, выл, действительно, все замечательно проделывал. Но никак он не мог добиться пены у рта. Помогали ему мы как могли. Сколько, бывало, щекотали его перед обходом, иногда по целому часу, доводили его до судорог, до синевы, и все-таки пена у рта не выступала. Нет, да и только. Это было ужасно. И когда он во время утреннего обхода сдался, уж как нам его было жалко. Стал возле койки во фронт, как свечка, отдал честь и говорит, осмелюсь доложить господин старший врач, пес, который меня укусил, оказался небешеным. Старший врач окинул его таким взглядом, что искусанный затряс со всем телом, и тут же прибавил, осмелюсь доложить господин старший врач, меня вообще никакая собака не кусала, я сам себя укусил в руку. После этого признания его обвинили в членовредительстве, дескать, хотел прокусить себе руку, чтобы не попасть на фронт. Все болезни, при которых требуется пена у рта, очень трудно симулировать, сказал толстый симулянт. Вот, к примеру, падучие. Был тут один эпилептик. Тот всегда нам говорил, что ему лишний припадок устроить ничего не стоит. Падал он это к раз десять в день, извивался в корчах, сжимал кулаки, закатывал глаза под самый лоб, бился от земли, высовывал язык, короче говоря, это была прекрасная эпилепсия. Эпилепсия — первый сорт, самое, что ни на есть настоящее. Но неожиданно вскочили у него два чирья на шее и два на спине. И тут пришел конец его корчем и битью об пол. Головы даже не мог повернуть. Не сесть, не лечь. Напала на него лихорадка, и во время обхода врача в бреду он сознался во всем. Да и нам всем от этих чирьев солну пришлось. Из-за них он пролежал с нами еще три дня, и ему была назначена другая диета. Утром кофе с булочкой, к обеду суп, к недлик с соусом, вечером каша или суп, и нам с голодными, выкачанными желудками, да на строгой диете пришлось глядеть, как этот парень жрет, чавкает и, пережравши, отдувается и рыгает. Этим он подвел трех других с пороком сердца. Те тоже признались. — Легче всего, — сказал один из симулянтов, — симулировать сумасшествие. Рядом в палате номер два лежат два учителя. Один без устали кричит днем и ночью, — костер Джордана Бруно еще дымится, возобновите процесс Галилея! А другой лает. Сначала три раза медленно — гав, 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 потом пять раз быстро — гав-гав-гав-гав-гав, а потом опять медленно и так без передышки. Оба уже выдержали больше трех недель. Я сначала тоже хотел разыграть сумасшедшего, помешанного на религиозной почве, и проповедовать о непогрешимости папы. Но, в конце концов, у одного парикмахера на малой стране приобрел себе за пятнадцать крон рак желудка. — Я знаю одного трубочиста из Бржевного, — заметил другой больной. — Он вам за десять крон сделает такую горячку, что из окна выскочите. — Да это все пустяки, — сказал третий. — В Ршовицах есть одна повивальная бабка, которая за двадцать крон так ловко вывихнет вам ногу, что останетесь с калекой на всю жизнь. — Мне вывихнули ногу за пятерку, — раздался голос с постели у окна, — за пять крон наличными и за три кружки пива в придачу. — Мне моя болезнь стоит уже больше двухсот крон, — заявил его сосед, высохший как жерть. — Назовите мне хоть один яд, которого бы я не испробовал. — Не найдете. — Я — живой склад всяких ядов. — Я пил сулиму, вдыхал ртутные пары, грыз мышьяк, курил опиум, пил настойку опия, посыпал хлеб морфием, глотал стрихнин, пил раствор фосфора в сереуглероде и пикриновую кислоту. Я испортил себе печень, легкие почки, желчный пузырь, мозг, сердце и кишки. Никто не может понять, чем я болен. — Лучше всего, — заметил кто-то около дверей, — впрыснуть себе под кожу в руку керосин. Моему двоюродному брату повезло, ему отрезали руку по локте, и теперь ему никакая военная служба не страшна. — Вот, видите, — сказал Швейк, — все это каждый должен претерпеть ради государя-императора. И выкачивание желудка, и клестир. Когда несколько лет тому назад я отбывал военную службу, в нашем полку случалось еще хуже. Больного связывали козлом и бросали в каталажку, чтобы он вылечился. Там не было коек с матрасом, как здесь, или плевательниц. Одни голые нары, и на них больные. Раз лежал там один с самым настоящим сыпным тифом, а другой рядом с ним в черной оспе. Оба были связаны в козлы. А полковой врач пинал их ногой в брюхо за то, что, дескать, симулируют. Но когда оба солдата померли, дело дошло до парламента, и все это попало в газеты. Тут нам сразу запретили читать эти газеты, и даже обыскали наши сундучки, нет ли у кого газет. А мне ведь никогда не везет. В целом полку ни у кого не нашли, только у меня. Ну, повели к командиру полка, а наш полковник был такой, осел царствие ему небесное, заорал на меня, чтобы я стоял смирно, и сказал, кто писал в газеты, не то он мне всю морду разворотит и сгноит меня в тюрьме. Потом пришел полковой врач, тыкал мне в нос кулаком и кричал, вы проклятая собака, вы паршивая тварь, вы скотина несчастная, социалистическая тварь. А я смотрю им прямо в глаза, глазом не моргну и молчу. Правую руку под козырек, а левую по шву. Ну, бегали они вокруг меня, как собаки, лаяли на меня, а я не гугу. Молчу и все тут, отдаю им честь, а левая рука по шву. Бегали они, так, с полчасика. Потом полковник подбежал ко мне и как заревет. Идиот ты или не идиот? Точно так, господин полковник, идиот. На двадцать один день под строгий арест за идиотизм. По два постных дня в неделю. Месяц без отпуска. На сорок восемь часов в козлы. Запереть немедленно и не давать ему жрать, связать его, показать ему, что государству идиотов не нужно. Мы тебе, сукину сыну, выбьем из башки газеты. На этом господин полковник закончил свои разглагольствования, а пока я сидел под арестом, в казарме прямо-таки чудеса творились. Наш полковник вообще запретил солдатам читать даже пражскую правительственную газету. В солдатской лавке запрещено было даже заворачивать в газеты сосиски и сыр. И вот с этого-то времени солдаты принялись читать. Наш полк сразу стал самым начитанным. Мы читали все подряд. В каждой роте сочинялись стишки и песенки про полковника, а когда что-нибудь случалось в полку, всегда находился какой-нибудь благожелатель, который пускал в газету статейку под заголовком «Истязание солдат». Мало того, писали депутатам в Вену, чтобы они заступились за нас, и те начали подавать в парламент запрос за запросом. Известно ли, мол, правительству, что наш полковник — звери и тому подобное? Министр послал к нам комиссию, чтобы расследовать это, и в результате некий франт-агенчилл из Глубокой был посажен на два года. Это он обратился в Вену к депутатам парламента, жалуясь, что во время занятий на учебном плацу получил оплюху от полковника. Но когда комиссия уехала, полковник выстроил всех нас, весь полк, и заявил, что солдат есть солдат, должен держать язык за зубами и служить, а если кому не нравится, то это нарушение дисциплины. — А вы, мерзавцы, думали, что вам комиссия поможет? — сказал полковник. — Нихрена она вам не помогла. — Ну, а теперь пусть каждая рота промарширует передо мною, и пусть громогласно повторит то, что я сказал. — И мы рота за ротой шагали, равнение направо на полковника, рука на ремне ружья, и орали, что есть мочи. Мы, мерзавцы, думали, что нам эта комиссия поможет. Нихрена она нам не помогла. Господин полковник хохотал до упаду, прямо живот надорвал. Но вот начала дефилировать одиннадцатая рота, марширует, отбивая шаг, но подходит к полковнику и нигугу. Молчит ни звука. Полковник покраснел, как вареный рак, и вернул ее назад, чтобы повторило все сначала. Одиннадцатый опять шагает и молчит. Проходит строй за строем, все дерзко глядят в глаза полковнику. — Вольно! — командует полковник, а сам мечется по дуру, хлещет себя хлыстом по сапогу, — плюется! А потом вдруг остановился. — Да как! Заорет! Разойдись! Сел на свою клячу и вон. Ждали мы, ждали, что с одиннадцатой ротой будет. А ничего не было. Ждем мы день, другой, неделю. Ничего. Полковник в казармах вовсе не появлялся. А солдаты рады, радешеньки. Да и не только солдаты, и унтеры, и даже офицеры. Наконец прислали нам нового полковника. О старом рассказывали, будто он попал в какой-то санаторий, потому что собственноручно написал государю-императору, что одиннадцатая рота взбунтовалась. Приближался час после обеденного обхода. Военный врач Грюнштейн ходил от койки к койке, а за ним фельдшер с книгой. Матсуна здесь. Клистир и аспирин. Покорный здесь. Промывание желудка и хинин. Коваржик здесь. Клистир и аспирин. Котятка здесь. Промывание желудка и хинин. И так всех подряд, механически, грубо и безжалостно. Швейк здесь. Доктор Грюнштейн взглянул на вновь прибывшего. — Чем больны? — Осмелюсь доложить у меня ревматизм. Доктор Грюнштейн за время своей практики усвоил привычку разговаривать с больными с тонкой иронией. Это действовало гораздо сильнее крика. — Ах, вот что! — Ревматизм, — сказал он Швейку, — это действительно тяжелая болезнь. Ведь и приключится такая штука. Заболеть ревматизмом как раз во время мировой войны. Как раз, когда человек должен идти на фронт. Я полагаю, это вас страшно огорчает. — Осмелюсь доложить, господин старший врач страшно огорчает. — А, вот как! Его это огорчает. Очень мило, с вашей стороны, что вам пришло в голову обратиться к нам с этим ревматизмом именно теперь. В мирное время прыгает бедняга, как козленок, а разразится война. Сразу у него появляется ревматизм, и колени отказываются служить. Не болят ли у вас колени? Осмелюсь доложить, болят. И всю ночь напролет не можете заснуть. Не правда ли? Ревматизм очень опасная, мучительная и тяжелая болезнь. У нас в этом отношении большой опыт. Строгая диета и другие наши способы лечения дают очень хорошие результаты. Выздоровейте у нас скорее, чем в Пештяных. И так замаршируйте на фронт, что только пыль столбом поднимется. Пештяный курорт в Словакии. И, обращаясь к фельдшеру, старший врач сказал. — Пишите. Швейк. Строгая диета. Два раза в день промывание желудка и раз в день калистир. А там увидим. Пока что отведите его в амбулаторию, промойте желудок и поставьте, когда очухается калистир. Но знайте, настоящий калистир. Чтобы всех святых вспомнил. И чтобы его ревматизм сразу испугался и улетучился. Потом, повернувшись к больным, доктор Грюнштейн произнес речь, полную прекрасных и мудрых сентенций. Не думайте, что перед вами осел, которого можно водить за нос. Меня вы своими штучками не тронете. Я-то прекрасно знаю, что все вы симулянты и хотите дезертировать с военной службы. Поэтому я и обращаюсь с вами, как вы того заслуживаете. Я в своей жизни видел сотни таких вояк, как вы. На этих койках валялось уйма таких, которые ничем другим не страдали, только отсутствием боевого духа. В то время, как их товарищи сражались на фронте, они воображали, что будут нежиться в постели, получать больничное питание и ждать, пока кончится война. Но они ошиблись про хвосты. И вы ошибетесь, сукины дети. Через двадцать лет будете криком кричать, когда вам приснится, как вы у меня тут симулировали. — Осмелюсь доложить, господин старший врач, — послышался тихий голос с койки у окна. — Я уже выздоровел. Я уже ночью заметил, что у меня прошла одышка. — Ваша фамилия? — Коваржик. — Осмелюсь доложить, мне был прописан клистир. — Хорошо. Клистир вам еще поставят на дорогу, — распорядился доктор Грюнштейн, чтобы вы потом не жаловались, будто мы вас здесь не лечили. — Ну-с, а теперь больные, которых я перечислил, отправляйтесь за фельдшером и получите кому что полагается. Каждый получил предписанную ему солидную порцию. Некоторые пытались воздействовать на исполнителя докторского приказания просьбами или угрозами. Дескать, они сами запишутся в санитары, и, может, когда-нибудь нынешние санитары попадут к ним в руки. — Что касается Швейка, то он держался геройски. — Не щади меня! — подбадривал он палача, ставившего ему клистир. — Помни о присяге! Даже если бы здесь лежал твой отец или родной брат, поставь ему клистиры никаких! Помни, на этих клистирах держится Австрия! — Мы победим! На другой день, во время обхода, доктор Грюнштейн осведомился у Швейка, как ему нравится в госпитале. Швейк ответил, что это учреждение благоустроенное и весьма почтенное. В награду он получил то же, что и вчера, и в придачу еще аспирин и три порошка хинина. Все это ему всыпали в воду, а потом приказали немедленно выпить. Сам Сократ не пил свою чашу с ядом так спокойно, как пил хинин Швейк, на котором доктор Грюнштейн испробовал все виды пыток. Когда Швейка в присутствии врача завертывали в холодную мокрую простыню, он на вопрос доктора Грюнштейна, как ему это нравится, отвечал, — осмелюсь доложить, господин старший врач, — чувствую себя словно в купальне на морском курорте. Ревматизм еще не прошел, — осмелюсь доложить, господин старший врач никак не проходит. Швейк был подвергнут новым пыткам.